Легла я не со мной. Что-то я пришла так устала. Думаю, ну, полежу немножечко. Такая уставшая. Не могу. Вот она, вот она. Прыгает на меня, зараза, такая. Нюня, что там? Это прыгает. Осторожно на маму. Куда ты? А? Куда ты? Это ужас. Прыгает. Вот поскакушка. Поскакушка. И этот тут же. Девочки, я так устала. Ты что наделаешь? А тут зайчик вот этот вот от телефона. Все, все, успокойся. А то зайчик от телефона. Нюнька. Думаю, грязь такая. Паша этот пылесос унес. Там что-то с ним случилось. И он его понес в ремонт. Вот. Ну, что мой котик? Ну, что мой котик? Все, все, все. Успокойтесь. Фу, я так устала. Я не знаю. Зубик мне сделали. Ну, это я пришла, легла. Что-то думают, ну, хоть поспать немножко, что ли. Что-то ночью плохо сплю. Ты такая вредная девочка. А? Такая вреднючка. А? Хе-хе-хе-хе. Нельзя маму кусать. А? А? Барнюш, он мальчик. Алё, сиризит. Испугался что-то. Да? Что ты испугался? Где твои лапки? Давай посмотрим, что у тебя там. А? Чего ты там? Все холесе зажило он. Смотрите. Что-то как черное там. Вытащили там все. Ну-ка. Что-то болит, что ли, у него. Ну-ка. Да нет, вроде нормально все. Так вроде не видно. Через телефон даже больше видно. Песенчик зажил, скажи, уже, да? Да, скажи, все зажили, да? Хе-хе-хе. Эти маленькие. Уточку на улице мы нашли. Нюнька домой ее принесла. Несет, главное. Давай посмотрим, что у тебя там такое. Видите? Ой, что-то страшненькие. Какие-то прыщики. Какие-то прыщики. А что это такое? А, Барнюш, что это там такое у тебя? Какая-то сыпь. А, что там такое, сынулька? Ну-ка, да, посмотрим. Что-то чешется у него. Да, или что там? Когда ему его посмотрит? Да не бойся. Не дает ничего. Все боится. А у Нюньки как? А, Нюнька тоже не дается? Боится, да? А? Что там у тебя? Зажили все? Это срамка маленькая. И что такое? У него как будто там какие-то эти... Не знаю, от чего. Ну, ладно. Так вроде сдалека не видно. Вот через телефон вблизи. Как бы увеличительно, да? Оно видно. Все. Ну-ка ложись, мама посмотрит. Это с игрушкой. Вот она любит с игрушками играться. Уточку эту на улице нашла. Видать, какой-то ребенок игрался, бросил. И она ее домой принесла. Всю дорогу несла. Вот он. А этот, лапы свои. А ну-ка дай посмотрю, что у тебя тут такое. Да нет, ничего нет. Ну-ка, что-то такое. Надо салфеточками протирать чистенькими. Я и так каждый раз протираю. Да, да, да. Все, 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 все. Вот он, вот он. А ну-ка, мама посмотрит. Яичков нету, конечно. Какая-то сыпь красненькая. Смотрите. А что это? Не знаю. Как нынечки. Надо посмотреть. Лапочки зажили уже. Видите? На одной вот так вот убрали вот эти пальчики. А на другой что-то там... Что-то немножко как... Куда ему он посмотрит? Перевернись. Дай посмотрю. Ой, боится всего, боится всего. Это такой трусливый мальчик. Он всего боится у нас, а? Ну, сейчас, правда, вот эту сыпь я вот прямо только первый раз увидела. У Нюшки нету. У Нюшки все хорошо. Ну, ладно. Паша придет, надо будет сказать ему. Муж к врачу сводить, посмотреть. Тут лапки брили. Ну, что это мой котик? Дай ему вот тут лапку посмотрит. Ничего не дает. Сразу как что-то смотреть, сразу убегая. Ах, трусливый, ах, трусливый. Ой, да, девочки, мальчики, ребятки. Нюшка, это зайчики тут, а она за ними бегает. Я думаю, что такое? Что такое? Что такое? Зайчики там, да? А? Зайчики? Нюша! Это ужас. Утречка добрая всем. Я сделала себе кофеечек, девочки. Только погуляли, пришли. Ника тут грызет свою погрызушку. Барнюшка что-то залез туда. Аппетит не очень, погодка не очень сегодня. Вчера была хорошая, я ходила, зуб делала себе. Прям солнечно такая классная была сегодня так. Ну, может, утро еще разойдется. Ну, так, знаете, туман и сыро прямо это. Вчера, девочки, пришло письмо нам, короче. В общем, такая у нас проблема. На наших собак опять жалуются. И у нас каждый год проходит собрание, да, жильцов дома. Ну, как это, как бы управляющие у нас дома есть, да. И нас собирают всех. И на повестке там то-то, 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 да. Что будет делать, что нужно, допустим, да. Вот. И, в общем, всякие проблемы разбираем, да. И тут, представляете, на нас жалобу накатала наша соседка со второго этажа. Тут старичок все ходил, жаловался, да. Тут он вроде успокоился. Теперь вот эта вот барышня, немка она местная, знаете. И она там, короче, написала на нас жалобу, что якобы наши собаки беспокоят. Там я вставлю вам, покажу. Ну, в общем, разбор был. Там такого не написано, что она пишет. Ну, в общем, на повестке дня будет разбор наших собак. Она жалуется якобы, что у нас там собаки гавкают, покоя нет и все, понимаете. То она жаловалась раньше на наших кошек, что там кошки у нас лазают по балкону, и то, и все, и пятая, и десятая. У тебя сама держит кошку. В общем, зверюга неимоверная. Это вообще просто ужас. Что за человек. Один все прибегал к нам, тоже жаловался, успокоился вроде. Но я сейчас не знаю, как это все будет на собрании. Но 26 ноября будет собрание. Может быть, они там все подписались, соседи против нас. А может быть, она только, может, это со стариком вместе, мы не знаем. Ну, короче, будет вот это, вот это вот, они будут решать, что делать с нашими, вроде как, собаками. Представляете, что? Я в шоке. Вчера это письмо пришло, Пашка расстроился. Говорит, вообще, говорит, это я бы ушел отсюда, в остык квартиры. Я говорю, да, давай, говорю, из-за нее сейчас будем, говорю, это. Он говорит, ну, а если это начнется, там, это все, знаете. И, честно говоря, так это неприятно, вот это все, ну, в общем, не знаю, девочки, что будем делать, как будет, что там будет. В общем, через месяц будет собрание, мы узнаем, да, я вам, конечно, все это скажу, расскажу. Ну, в общем, мало приятного, да. Ну, Паша вчера такой взъерушенный был, говорит, все, надо отсюда уходить. Я говорю, да, это наша собственная квартира, почему мы из-за каких-то вот таких вот сучек, да, извините, я так выражаюсь, потому что, ну, так есть, вот за такие твари, да, опять, извините, так выражаюсь. Это не в ваш адрес, это в адрес той гадины, которая вот это вот пишет, да, против наших собак, против животных. Насколько человек ненавидит, понимаете, хотя сама кошку держит. А ее кошка, кстати, тоже везде ходит гадит и тоже можем написать. Но мы не такие люди, мы не можем это все делать, да. Это немцы, они в основном такие, вот они жалуются, могут жаловаться, они могут, знаете, вот рядом жить, улыбаться тебе. Она вот, кстати, ходит, улыбается, такая, прям такая, вот сроду не подумаешь, да. И тот старик тоже прям вот такой вот готов тебе, прям этот, ой-ой-ой, там что ты, да. А за глаза вот такие вот вещи делают, пишут доносы на тебя и всякие. Представляете, вот во время войны вот такие вот существовали, да, гадины. Они писали доносы всякие. Вот такая вот гадина у нас тут живет. Вот, да, доносит всякую. Вот ей собаки наши мешают, якобы они гавкают, они там лазают кругом и все такое, знаете, вроде как портят тут эти всякие там эти, как их называют-то, потравки, да, вот там где посаждение. Я их вообще туда не пускаю. И вот тут у нас, мимо нас много тоже собак проходит, гуляют люди с собачками. Иногда бывает собаки делают, люди не убирают, понимаете. И это все идет на нас теперь, что якобы наши собаки там что-то делают, в общем гадят там это все. Вы представляете, что? Вот, хотя ее кошка тоже немало гадит, да, вот летом как-то она куда-то уезжала, не знаю, короче. И вынесла пакет вот с этим кошачьим говном с саньем и поставила возле дверей якобы мусорку выносить, да. И вот это стояло вот, я не знаю сколько там стояло, мы с Пашей как раз закупаться ездили, это был выходной день. Приезжаем в подъезд, заходим, дышать нечем. Думаю, что такое? Чувствую вот кошачьим, да, заходим, смотрим, пакет стоит. И вонь такая, Пашка взял этот пакет, говорит, я его вынесу, это что такое? Я говорю, а я еще, говорю, не трогай, вот она поставила, пускай выносит, да. И он взял этот пакет, пошел в мусорку, ну, в ее контейнер выбросил, да, где вот там все для, ну, от ее квартиры. Представляете, а в подъезде такая была вонь. Понимаете, нам что, тоже писать вот это, что она выносит, вот этот песок в подъезд, да, и вонь вот эта. В общем, такие люди гадкие. Я говорю, я не знаю, чем наши собаки так вот, понимаете, помешали, да. Да, я говорю, собачки маленькие, да, чем же они помешали вот этой вот гадины, да, которая вот начинает на нас доносы писать. В общем, не знаю, чем это все закончится, но через месяц узнаем мы это все, конечно, да. Вот, ну, я говорю, Паш, пойдешь, возьми все бумаги на собак, у нас же есть бумаги на собак, и когда купили, как, что это, чтобы показать, если что. Вот, вот, что мы платим, все оплачиваем, понимаете, это не просто так тоже, там, там, по-моему, другая страница написана, чтобы мы взяли, по-моему, бумаги, если или я не ошибаюсь, надо внимательно посмотреть. Ой, птички, что-то на балконе, смотрите. Смотрите, смотрите. Видите? Летело ли гнездышко там, или что? Прямо как, ну, прилетели, подлетело две птички, и там летают тоже. Ой, девочки, мало приятного, конечно, мы расстраивались, расстроились с Пашей, Паша сразу же говорит, все, надо уходить, зачем эти проблемы, он, видите, птички. Я не знаю, к чему это они прилетели. Так что вот, девочки, такие вот проблемы у нас. Наверное, нам придется с этой квартиры уходить вот за таких соседей, да, вот за таких людей, вроде все успокоилось, устаканилось. Смотрите, на балкон птицы прилетели, и там что-то это делают. Это же нехорошо, наверное, да, или как думаете? Не знаю. Две птички. Такие вот, девочки, дела. В общем, мало приятного. Так, а я буду кофеечек пить, да, с добрым утром всех, да. Ну, у нас такое вот, у меня немножко, ну, тревожно как-то на душе, знаете. Это вроде устаканилось, все хорошо. Я уже кофе попила с утра, видите, у меня уже потеки на кружке, да, второй раз уже. Вроде успокоилось, все, старик бегал, да, это там к нам. Вот сейчас опять начинается. Такие дела. Ну, ладно, не будем о грустном, да, будем о веселом. Я вот сейчас сделала такое вот варенье, да, орангель, да. Я сначала думала, это абрикос, а тут нет, видите, орангель такие, видите. Хочу попробовать его вот с сыром, вот с этим, да, с этой вот помазолечкой, с сыром, с хлебушком. Вот такой вот, это в Лидли купили. Сначала думала, это как абрикос, да, сейчас посмотрим, а оказывается это нет. Это как конфитюр какой-то. Мармелады написано. Зюзи, мармелады. Такое вот. Сейчас попробую, вкусно, нет? Ммм, очень приятное. Оно с такими шкурочками, с тоненькими, очень вкусное. Вкус такой хороший. Оно прямо действительно хорошее. Ммм, такое. Никир надо уже делать. Я уже ногти свои подстригла. Тут уже содрала вот эту этикеточку или как там. Ну, ногти отрастают уже время. Некогда. Некогда. Время нет. Никого, но для меня грызет свою эту. Как ее, как ее, как ее. Это. По грызушку. Вот. Такие дела. Пашка, конечно, очень сильно расстроился. Варнюшечка что-то. Прямо легся, спит ребенок. Сладенький такой наш мальчик. Представляете, какие люди бывают. Это я в шоке просто. Насколько наши собаки им мешают, да? Я знаю, что вот на этом собрании, там же как это, управляющие, да? Ну, вот, хотя наша квартира собственная, да? Мы ее купили в собственности в нашей. Ну, однако же, понимаете? Я вчера Пашке говорю, когда он начал, говорит, все, надо уходить отсюда. Он говорит, нафиг надо. Говорит, еще тем более, говорит, мы с тобой уже хотели. Лестница нам это тоже, говорит, ни к чему уже. Возраст лазит, говорит, по ней на второй этаж, говорит, спальню. Кто-то спрашивал, что у вас там. Спальня у нас там. И ванная комната с ванной. И он такой говорит, это, да. Я говорю, ну да, давай тогда, давай, будем искать что-то другое, что делать. Может быть, Энс Крайс, ну как бы не в городе, а в пригороде, там подешевле как-то, можно что-то более. Продолжение следует.